Всем здравствуйте! Сегодня необычный выпуск. Сегодня я хочу у вас спросить совета, как вы боретесь с жарой. Здравствуйте, мои дорогие! Давно не виделись. Хотела сказать, что я жива-здорова. Сейчас варю творог. Катастрофически, так как у вас не хватает времени на какие-нибудь выпендрежи. И вот буквально последние два дня просто выливаю творог молоко в кастрюлю и делаю творог с цельного молока и складываю в морозилку. Катастрофически не хватает времени. Если начинаешь ездить на рынок, с рынка приезжаешь, вторая дойка, после дойки выгоняем опять коров, пока все перемыл, все приготовил, дома кушать приготовил, убрал, начинается третья дойка. И уже как бы и дети, уже силы нет. Вот хотела у вас спросить вашего совета. В этом году я взяла птиц в два раза больше. Жара стоит просто неимоверная. И вот хотела бы у вас узнать, как вы боретесь с жарой. Я поставила им вентилятор, но побоялась, это все равно сквозняк. Побоялась, что попростынут, кашляют, чихают. Вот я вам показала свое помещение. Вроде не должно быть им много места. Вот прошу у вас совета. Ну и также вот на продажу у меня поступил мастер-класс для нового сыра Бель Паэза. Это сыр с белой плесенью, очень короткого срока созревания, 2-3 недели, с очень ярко выраженным сливочным вкусом. Он прекрасно плавится, пойдет на горячие бутерброды. Так что, кому это будет интересно, пишите мне на ватсап. Стоит это 1000 рублей. Полностью техкарта, полностью как содержать, полностью как готовить, как ухаживать, что с ним делать. Полностью мастер-класс. И какой в итоге выходит сыр. Пишите, я жду ваших заказов. Ну и конечно же, продажи сыра. Сейчас на данный момент у меня почти не осталось. Как я и говорила, на завтра планирую делать ланг. С брови бактериями. Также будет потом, приготовлю и мастер-класс. Есть у меня еще на подходе мастер-класс сыра Хаварти и Мааздам. Ну это пока, вот возможности телефона не безграничны. У меня готовы эти видео, я это все сделала, но кучу это собрать у меня не получается. Мой телефон просто никак его, это не грузит. И поэтому пока я над этим работаю. Так что, ну а до компьютера я пока еще не доросла. Не заработала себе еще пока до компьютера. Ну вот и хотела бы у вас узнать вашего совета, вашего мнения. Как спасать маленьких бролеров от жары. Как вы спасаете? Может быть бутылки со льдом ставить. Ну что-то я вот даже не знаю, что делать. Открыла окно, там двери сетки. Но на улице такое пекло просто невозможно. Просто невозможно. Не дождинки. Наверное сено будет в этом году золотое, потому что сначала вдарил мороз. И один раз, и второй, и третий. Земляника цвела просто ковром. Все побило. Плодовых деревьев очень много у нас побило. Ну вот вишенки мои выжили. А остальное все поскукожилось, поскрючилось. Листья какие-то вот. Груши вроде вижу, что висят еще. Вот зимние груши висят. Зависть висит. А там посмотрим что. Ну на этом пока все. Вот такой короткий ролик. Я с вами поздоровалась. Показалось, что жива-здорова. Жду от вас ваших комментариев. Жду от вас ваших рассказов. И спасибо всем, кто делает у меня заказы. Спасибо. Я делаю все, чтобы вы улыбались. Пока-пока. Пока-пока.